В связи с принятием федерального закона о внесении изменений в некоторый законодательный акт Российской Федерации вопросом социального обеспечения страховые пенсии пенсионерам, не осуществляющим работу или иную деятельность, увеличены с 1 января 2018 года, исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента 81,49 рубля и фиксированной выплаты с учетом коэффициента индексации на 3,7%. В результате увеличения фиксированная выплата к страховой пенсии для получателей страховых пенсий по старости без иждивенции и страховых пенсий по второй группе инвалидности составила 4,982 рубля 90 копеек. Для получателей страховых пенсий по третьей группе инвалидности и получателей пенсии по случаю потери кормильца составила 2,491 рубля 45 копеек. Для работающих пенсионеров увеличение пенсии будет производиться ежегодно с 1 августа текущего года с учетом страховых износов, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации, который будет пересчитан в пенсионные баллы, увеличение составит не более 3 баллов. После прекращения трудовой деятельности работающие пенсионеры согласно Федерального закона 134 о внесении изменений в действующий Федеральный закон о страховых пенсии в статью 26, который вступил с января 2018 года, будут получать полный размер пенсии с учетом всех индексаций, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем после увольнения. Полный размер пенсии с учетом индексации данный пенсионер будут получать также спустя 3 месяца после его увольнения, когда в Пенсионный фонд поступит сведения об их увольнении, но эти 3 месяца пенсионер будут доплачены после перерасчета. Согласно статье 8 Федерального закона о страховых пенсиях, право на пенсию имеют мужчины по достижению общеустановленного возраста 60 лет и женщины по достижению возраста 55 лет при соблюдении двух условий. При наличии требуемого страхового стажа и индивидуального пенсионного коэффициента. В 2018 году необходимый стаж для получения страховой пенсии по старости для мужчин и для женщин составляет 9 лет, а необходимый пенсионный коэффициент составляет 13,8. Сразу после новогодних праздников Пенсионный фонд России начинает принимать заявления ежемесячные денежные выплаты из средств материнского семейного капитала. Ежемесячные денежные выплаты из средств материнского семейного капитала могут получить те семья, которые были рождены или усыновлены после 1 января 2018 года. При подсчете общего дохода семьям учитывается заработная плата, премия, пенсия, социальное пособие, стипендии, различные виды компенсации, алименты. При обращении в Пенсионный фонд эти суммы и их выплаты должны быть подтверждены. Ежемесячные выплаты из средств материнского семейного капитала не имеют те, которые находятся на полном гособеспечении или которые лишены родительских прав. Заявления о выплате ежемесячных денежных средств из материнского капитала могут подать в Пенсионный фонд России в клиентскую службу или же в участках МФЦМ. Ежемесячная денежная выплата после подачи заявления рассматривается в течение месяца. И если принято положительное решение, в течение 10 дней производится выплата. Ежемесячные денежные выплаты из средств материнского капитала можно приостановить в любое время.